Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! Сегодня мы поговорим с вами о политическом реанимировании. Это перевод слова «джерримандеринг». Джерримандеринг. Ну, это слово, кстати, употребляется... Я смотрел российские средства массовой информации, употребляющиеся в России. Джерримандеринг. Произошло это слово от фамилии бывшего губернатора штата Массачусетс Элбриджа Герри. И он знаком сегодня главным образом потому, что от него произошло слово «джерримандеринг». Между тем, Элбридж Герри был в числе редких отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Ну, во-первых, он был среди тех, кто подписал в 1776 году Декларацию независимости. И он был среди тех, кто участвовал в 1787 году в работе Конституционного конвента. То есть он как бы дважды отец-основатель Соединенных Штатов. Подписал на Декларацию независимости и участвовал в создании Конституции. Но помнят этого человека, Элбриджа Герри, главным образом, как одного из отцов-основателей, первого в истории нашей страны политического районирования. Политическое районирование. Джерримандеринг. Джерримандеринг. Об этом джерримандеринге нам напомнило в очередной раз решение Верховного Суда. Решение было оглашено совсем незавно, 28 июня. И вот этому решению аплодировали республиканцы. Но его подвергли резкой критике демократы, в том числе и претенденты на пост президента. В частности, сенатор Берни Сандерс, Крэзи Берни, сказал «Удар по демократии». И так он охарактеризовал решение Верховного Суда. «Удар по демократии». Крэзи Берни считает социализм высшей формой демократии. И решение Верховного Суда, дамы и господа, основано на анализе судебного дела, возникшего в штате Северная Каролина. В том самом штате, где я имею честь обитать вот уже 11 лет. Но я начну рассказ с более глубокой древности, не с недавнего решения Верховного Суда. В 1810 году Элдбридж Герри, ему было тогда 66 лет, он был избран губернатором Массачусетса. В те далекие времена выборы губернатора этого штата проходили ежегодно, и в 1811 году Герри избрали на очередной срок. К этому времени в Массачусетсе, как и во всех других штатах, которые существовали, уже велась межпартийная борьба. Мы с вами знаем, что Конституция, в создании которой участвовал Герри, политических партий не предусматривала. В Конституции нет ни единого слова, ни полслова каких-либо политических партий. Но политические партии образовались в первые же годы президентства Джорджия Вашингтона, нашего первопрезидента. Партия Вашингтона федералистская, называлась федералисткой. Ей противостояла республиканская партия Томаса Джефферсона, не будем путать эту партию с нынешней республиканской партией. Джефферсон был государственным секретарем в первой администрации Вашингтона. Не правда интересно, в одной и той же администрации работают лидеры двух противоборствующих партий. Ну сегодня это просто-напросто невозможно, в те далекие времена это было возможно. Так вот, губернатор Массачусетса Герри был джефферсониевским республиканцем. Так называли тогда республиканцев джефферсоневские, потому что партию основала республиканскую ту партию, Томас Джефферсон. Так вот, он был республиканцем, но тон в его штате, в штате Массачусетс, как и в других штатах Новой Англии, задавали федералисты. И вот губернатор Массачусетса Герри решил сделать все, что в его силах, чтобы его однопартийцам и республиканцам принадлежало большинство мест в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Он хорошо знал, в каких местах Массачусетса сосредоточены федералисты. И естественно знал, в каких местах сосредоточены республиканцы. И вот губернатор Герри задумал перекроить границы избирательных округов. Решил создать больше округов с преимущественно избирательными республиканцами. Что задумано, то сделано. И гражданам славного штата Массачусетс была представлена карта штата с новыми границами избирательных округов. И вот когда эта карта оказалась в редакции газеты Boston Gazette, такая газета существовала много лет, Boston Gazette, Карикатурист этой газеты Элкон Трисдейл изобразил карту, как хищницу Саламандру, на теле которой расположилось несколько новых округов, которые нависли над другими новыми, чтобы растерзать их. И вот увидев рисунок, кто-то из журналистов этой газеты, газеты Boston Gazette, воскликнул «Джерримандер!» Вот так и родилось слово, знакомое сегодня каждому американцу, который интересуется политикой. Фамилия Герри произносится «Герри», «Герри», но «Джерримандеринг» произносится не «Герримандеринг», а «Джерримандеринг». Это нам нужно знать, это тонкости лингвистики. Я на лингвистике больше задерживать ваше внимание не буду. Полтора века спустя, в 1961 году, перекраивание границ избирательных округов задумал сделать губернатор штата Нью-Йорк республиканец Нельсон Рокфеллер. И тогда же было предложено, а современний термин политического районирования вместе с слова «Джерримандеринг» ввести слово «Рокимандеринг». Но так уж получилось, что это слово не прижилось, и мы сегодня говорим о «Джерримандеринге», которому более 200 лет. Долгое время перекраивание границ и кругов никаких протестов не вызывало. Каждому было ясно и понятно. Та партия, которая правит в том или ином штате, занимается джерримандерингом в своем штате по своему усмотрению. Все с этим соглашались. Но политическое брожение, которое началось в 60-е годы XX века, тогда чернокожие избиратели получили в южных штатах равные права с белыми. И вот политическое брожение, начавшееся, повторю еще раз, в 60-е годы прошлого века, привело к тому, что борцы за равноправие, это были белые и черные, начали требовать. Афроамериканцы должны быть достойно представлены как в палате представителей Конгресса, так и в штатных легистраторах. Лидерами выступали демократы, поскольку афроамериканцы голосовали за кандидатов в демократическую партию. Тон в джерримандеринге задали в 1991 году демократы Северной Каролины, дамы и господа, того самого штата, в котором я живу, и того самого штата, который и недавно оказался в центре внимания Верховного суда. Сигналом к расовому джерримандергу, этот джерримандеринг, красовый, так его назвал, дамы и господа, министр юстиции Уильям Барр в администрации Джорджа Буша отца. Да, да, нынешний министр юстиции Уильям Барр был и министром юстиции в администрации Джорджа Буша отца, и затеянную демократами Северной Каролины джерримандеринг он назвал расовым. Сигналом к этому расовому послужило принятое в 1964 году решение Верховного суда. Высшие судьи постановили, что меньшинство, то есть афроамериканцы и латиноамериканцы, должны иметь в Нижней Палате Конгресса представительство, отвечающее их численности в каждом конкретном штате. Это решение было основано на принятом Конгрессом в 1965 году законе об избирательных правах. И вот демократы первыми взяли на вооружение этот закон. В Штатах, где легислатуры находились под контролем демократов, началось перекраивание границ избирательных округов с целью гарантировать кандидатам меньшинств победу на выборах в Палату представителей. И вот в 1991 году, повторюсь еще раз, в Северной Каролине был создан округ. Такой округ, он поражает даже самое смелое воображение мастеров политического реанирования. Поводом перестройки границ в Северной Каролине послужила общенациональная перепись населения, которая состоялась в 1990 году. Что мы с вами знаем, Конституция требует, чтобы каждые 10 лет проходила общенациональная перепись населения. И вот в 1990-м состоялась очередная перепись. Она зафиксировала рост населения в штате Северная Каролина. И, соответственно, должен быть создан дополнительный избирательный округ. Было 11, предстояло образовать 12. В то время демократам принадлежало большинство мандатов в обеих палатах законодательного собрания штата Северная Каролина. Они взялись за работу и создали нечто такое, до чего никогда никто не смог бы додуматься. Я думаю, даже не додумался бы Элбридж Гэри. 12-й округ нашего штата Северная Каролина. Слушайте внимательно, это очень интересно, дамы и господа. Этот округ вытянулся на 160 миль, на 160 миль вдоль федеральной автострады номер 85. 160 миль. Этот округ вобрал в себя негритянские районы городов и городков, а также поселки и деревушки с преимущественно чернокожим населением. В некоторых местах, дамы и господа, ширина округа не превышает ширину автострады номер 85. Народ Северокаролинский назвал этот округ змеевидным. Поставленная демократами цель была достигнута. Начиная с 1992 года, избиратели 12-го округа штата Северная Каролина выбирают в палату представителей только афроамериканцев, которые, конечно же, демократы. Республиканцы, республиканцы не возражали против расоводжири Майоринга. Они взяли на вооружение его в тех штатах, где командовали в легислатурах. Республиканцы сообразили. Республиканцы также толковые ребята, так же, как и демократы. Республиканцы сообразили. Республиканцы сообразили. В 2002 году жители Техаса избрали в палату представителей 17 демократов и 15 республиканцев. Запомните, в 2002 год Техас посылает в Нижнюю палату Конгресса, в палату представителей, 17 демократов и 15 республиканцев. Но в том же самом году, в 2002 году, республиканцы получили контроль над обеими палатами легислатуры штата Техаса. И вот несоответствие между результатами выборов в Нижнюю палату Конгресса и выборами в легислатуру было связано с политическим районированием, которое провели демократы в то время, когда легислатура находилась под их контролем. Техасец Том Дилей. Этот господин возглавлял фракцию республиканцев в палате представителей Том Дилей из Техаса. Он потребовал у республиканцев в легислатуре своего штата изменить границы округов. Но демократы, естественно, протестовали. Но они были уже в это время в меньшинстве в легислатуре и не имели возможности противостоять осуществлению плана республиканцев. Результаты джерри Мандеринга не замедлили сказаться. Напомню, дамы и господа, в 2002 году Техас избрал в палату представителей 17 демократов и 15 республиканцев. В 2004 году республиканцы завоевали 21 мандат плюс 6, демократы только 11, минус 6. Фонд по защите юридических прав американцев с мексиканскими корнями обратился в суд с требованием признать антиконституционным техасский закон об изменении границы округов. Но Верховный суд отверг иск. Когда северокаролинские демократы краили избирательные округа, они вряд ли предполагали, что их правлению может наступить конец. У демократов были основания так считать. С конца 70-х годов 19 века демократы беспрепятственно правили в обеих палатах легисплатуры Северной Каролины. Республиканцы потеряли власть, как только закончилась оккупация штатов бывшей конфедерации федеральными войсками. В годы оккупации участники войны были лишены права голоса. Это были белые демократы. Но ушли федеральные войска, оккупация закончилась, и демократы вновь, как и до гражданской войны, получили командные места в легисплатурах южных штатов, в том числе и в Северной Каролине. Господство демократов в Северной Каролине продолжалось более 130 лет. В 2010 году я уже был жителем этого замечательного штата. Республиканцы победили на выборах в легисплатуру. И победив, они тут же принялись за перекройку границ избирательных округов. Результат джерримандеринга не замедлил сказаться. Вот еще несколько цифр. В 2010 году выборы в палату представителей проходили в округах, начертанных демократами. И после этих выборов в делегации Северной Каролины было 7 демократов и 6 республиканцев в 2010 году. Через 2 года, после того, как республиканцы провели джерримандеринг, в делегации Северной Каролины в палате представителей было уже 9 республиканцев плюс 3. И только 4 демократа минус 3. Когда я приехал в Северную Каролину, это произошло в 2008 году, я поселился в округе, который выбирал в палату представителей демократа Хита Шулера. Ну, был такой громадный господин, он в свое время играл кватербеком в университете тенниси. Демократ по традиции. Он избирался в палату представителя того округа, в котором я поселился. Его выбрали в 2008, в 2010. В 2012-м господин Шулер счел за благо в выборах не участвовать. Перекроенная республиканцами карта не оставила ему шансов на победу. Итак, в местах, где я обитаю, дамы и господа, это Запад Северной Каролины. В этих местах есть два округа по выборам в палату представителей. Номер 10 и номер 11. До выборов 2012-го года Шулер, повторю еще раз, превосходно чувствовал себя в 10-м округе. Почему превосходно? Поскольку в границах этого округа находится город Ашвилл. Ашвилл – это университетский город. Студенты в большинстве своем голосуют за демократов. И демократ Шулер легко побеждал на выборах. 11-й округ голосовал за республиканцев. Так вот, это интересно. Занявшись перекройкой границ, республиканцы разделили город Ашвилл между 10-м округом и 11-м. И избиратели-демократы оказались в меньшинстве в том и в другом. Начиная с выборов 2012-го года, республиканцы побеждают в каждом из них. Мой округ 11-й выбирает Марка Медоуза. Ну, тот из вас, дамы и господа, кто смотрит телеканал Fox News, прекрасно знает, кто такой Марк Медоуз. Он один из руководителей фракции республиканцев в Палате представителей. И это мой, мой конгрессмен. Депутаты протестовали, депутаты, демократы Северной Каролины протестовали против джерримандеринга. И в 2016-м году Федеральный окружной суд Центра Северной Каролины, так и называется Middle North Carolina, окружной суд, федеральный. Этот суд постановил, составленное республиканцами карты избирательных округов противоречит Конституции. И суд потребовал составить новую карту. Верховный суд согласился с решением Федерального окружного суда и за делом взялись вновь республиканцы, потому что они по-прежнему были во главе и Верхней и Нижней палаты Северной Каролины. Депутат Верхней Палаты Роберт Рака и депутат Нижней Палаты Дэвид Льюис возглавили бригаду картографов. И начертанные ими границы избирательных округов по-прежнему соответствовали интересам республиканцев. Дэвид Льюис и не собирался этого скрывать. Я процитирую этого господина. Я предложил составить карту, которая дает победу республиканцам в десяти округах, демократам в трех. Если бы у меня была возможность дать республиканцам одиннадцать, а демократам только два, я воспользовался бы такой возможностью, но у меня такой возможности не было. Откровенно, да, откровенно? Ну, конечно, откровенно. Цинично. Да, разумеется, цинично. Но Льюис сказал правду. Будь на его месте демократ, то и демократ отнесся бы точно так же к составлению карты, гарантировал бы однопартийцам победу в большинстве округов и оставил бы противной стороне республиканцам минимальное число. Так вот, составленная под руководством Рака и Льюиса новая карта была оспорена в суде несколькими организациями демократической партии, в том числе группой Common Cause, Common Cause, здравое дело. И вот, Верховный суд рассмотрел дело, которое называлось так, Рако против Common Cause. И Верховный суд объявил 28 июля, несколько дней назад. Джерри Мандерингом должны заниматься не судебные инстанции, а законодательные органы. Это решение поддержали пять судей, которые были назначены в Верховный суд президентами-республиканцами. Четверо Верховных судей, которых назначили президенты-демократы, были в оппозиции. Излагая позицию большинства, председатель Верховного суда Джон Робертс, он был назначен, как мы знаем, президентом Джорджем Бушем, сыном. Он назвал, цитирую Робертса, «непривлекательным и несправедливым однопартийный джерри Мандеринг». Но, вот что Робертс сказал далее. У штатов и Конгресса есть возможность принимать законы для обуздания чрезмерного однопартийного джерри Мандеринга. Таким образом, Верховный суд решил не вмешиваться в политическое реонирование. И значит, оставил в неприкосновенности, проведенное республиканцами, политическое реонирование в Северной Каролине. Ну, демократы протестовали, республиканцы аплодировали. Реакцию тех и других можно понять. Но, дамы и господа, не ошибаются ли демократы, протестуя? Не ошибаются ли республиканцы, восторгаясь? Штаты, в которых сегодня верховодят республиканцы, завтра могут попасть под контроль демократов. И значит, границы избирательных округов вновь изменятся. Демократы Калифорнии, которым ныне принадлежит безграничная власть в штате, наверняка постараются пересмотреть границы округов, чтобы изгнать из делегации штата в палате представителей последних оставшихся в этой делегации республиканцев. Не сегодня-завтра демократы могут получить контроль над легислатурой в Техасе. И в Аризоне, и во Флориде, да и в Северной Каролине легислатура может вновь оказаться под началом демократов. Но вот сегодня трудно назвать синий штат, то есть демократический, который станет в ближайшем будущем красным, республиканским. Соединенным Штатам угрожает продемократический джерримандеринг. Такой неутешительный прогноз немедленно возвращает нас с вами к основателю политического реанимирования Элбриджу Герри. Мы знаем, в 1787 году, 1787 год, Герри участвовал в работе Конституционного конвента, был в числе 55 создателей Конституции. Но Элбридж Герри оказался и одним из трех создателей Конституции, которые отказались подписать документ. Потому что, считал Герри, Конституция не исключает диктатуры. Вопрос, дамы и господа, которым я завершу монолог. Не был ли Элбридж Герри правиться? На этом вопросе оставлю точку, будет небольшой перерекламу. Не покидайте нашу волну, я вернусь к вам через несколько минут. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей, как всегда, любезно согласился принять ваши вопросы или выслушать ваше мнение. Самое главное, пожалуйста, сделайте это как можно лаконичнее, короче, для того, чтобы дать возможность, во-первых, Алексею ответить на ваш вопрос, а во-вторых, для того, чтобы дать возможность другим радиослушателям дозвониться и задать свои вопросы. Итак, Алексей, у нас уже есть звонок, телефон студии 847-400-5200, отвечаем на звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот уже больше недели идут беспорядки в Израиле, устроенная эфировская община. И, как выяснилось, оказывается, за этим всем этим стоит наш дорогой Сорос, который еще буквально несколько лет тому назад нечто подобное устроил в Фергусоне, вот в Балтиморе и в Бершине. И также он возле границы устраивает эти бесконечные потоки неградных иммигрантов, которых он оплачивает. Вот, скажите, пожалуйста, если он оплачивает предвыборную кампанию нашу демократу, это одна ответа, а вот такие беспорядки, которые он строит по всем миру, почему его не привлекут к ответственности? Буквально все знают о том, что он делает. И никакой реакции со стороны наших спецслужб, нашей и вообще всего мира, никакой реакции по отношению его деятельности не видит вопрос. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Прошу вас, Алексей. Знаете, таких, как Сорос, довольно много людей, которые устраивают, финансируют беспорядки в различных странах. И я отвечаю на ваш вопрос, просто не знаю, как, на каком основании его можно привлечь к ответственности. На каком основании? Дело происходит в Израиле. Значит, если его привлекать к ответственности, наверное, должны какие-то израильские силовые структуры. Наверное. С другой стороны, он гражданин Соединенных Штатов. Запретить ему оплачивать какие-то группы населения? Он оплачивает, например, антифу в нашей стране, да, это абсолютно, хотя она называется антифашистская организация, это абсолютно профашистская организация, он ее оплачивает. То, что устраивает эта организация в нашей стране, известно. Ну, пару недель назад произошло, в Портленде нам показывало телевидение, я не знаю, какое телевидение вы смотрите, но то телевидение, которое я тоже показывала. Эта организация существует в частности на его деньги. Никто его здесь к ответственности не привлекает. Поэтому я понятия не имею, как я не юрист, тем более вообще не юрист, и не юрист по международному праву к тому же. Я не знаю, как его можно привлечь к какой-либо ответственности. Запретить ему тратить свои собственные деньги? Ну, невозможно. Если бы, например, на его деньги был устроен какой-то заговор, такой заговор, вооруженный, не знаю, свергнуть правительство или еще, наверное, можно было бы привлечь ответственности. Он оплачивает беспорядки эфиопской общине, так же, наверное, оплачивает беспорядки тем общинам, которые существуют в нашей стране, которые ненавидят Трампа. Но тратить ему собственные деньги, я не знаю, я, повторюсь, я не юрист, я не знаю, как можно запретить ему делать это. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Отвечаем на следующий вопрос радиослушателя. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый. Можно услышать комментарий по поводу последних известий со стороны генерального прокурора Министерства юстиции? И также какие-то инициативы генерального прокурора, простите, генерального инспектора, я там наговорился, и генерального прокурора по поводу переписи. Окей, спасибо. Вы знаете, вопрос совершенно замечательный. Значит, вопрос о национальности, ну не национальности, а гражданству, из какой страны, гражданин ли вы в Соединенных Штатах, и не гражданин, если не гражданин, то из какой страны? Этот вопрос был, на моей памяти, было сколько, 80-й год, я еще не был гражданином Соединенных Штатов, но такой вопрос переписи был, в 90-м году такой вопрос переписи был, в 2000-м году такой вопрос переписи был, вопрос о национальности. Значит, Обама в 2010-м году, когда проводилась переписи, администрация Обамы решила этот вопрос убрать. Таким образом, то, на чем настаивает Трамп, ничего нового в этом нет, абсолютно. Вопрос о гражданстве, национальности, скажем так, присутствовал практически во всех переписях в прошлом веке. В 2000-м году тоже присутствовал. Мне совершенно понятно, почему демократы выступают против. Это вызвано тем, что демократы вообще хотят засорить нашу страну нелегальными иммигрантами, причем я имею в виду нелегальными иммигрантами не из Италии, Германии, Швеции, Россия, Украины, а нелегальными иммигрантами из стран Латинской Америки, то есть людьми, которые, в общем-то, большинство из которых будут либо малооплачиваемыми, либо будут сидеть на Велфере. Но эти люди потенциальные избиратели, когда они станут гражданами, потенциальные избиратели демократической партии. И сегодня демократическая партия не хочет, чтобы эти люди заявили себе вопросы во время общенациональной переписи. Это абсолютно политическое решение демократической партии, которая хочет со временем, желает со временем стать во главе государства с департийной системой. Я, кстати, буду об этом говорить ровно через неделю, когда мы будем говорить об атаках на колледж, на... Электору колледж. На электору колледж, да. Я буду говорить об этом на следующей неделе. Это все звенья одной и той же цепи. Установить в нашей стране однопартийную систему. И передам и господа, мы должны с вами учесть одну вещь. От числа населения в каждом штате зависит число представителей этого штата в Нижней Палате Конгресса. В Палате представителей. Значит, цель демократов засорить штаты, я не отказываюсь от этого слова, засорить такие штаты, где сегодня большинство принадлежит республиканцам. Но если эти штаты засорить, большинство перейдет демократам. Это прежде всего пограничные штаты. Это Техас, это Аризона, это Нью-Мексика. В Нью-Мексике уже царят демократы. И это Флорида. И это, кстати, Калорадо. Если эти штаты перейдут под контроль демократической партии, мы должны с вами будем забыть о существовании общенациональной республиканской партии. Но что делают сегодня демократы? В отношении переписи населения, это абсолютно политические дела. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. А удастся ли республиканцам победить в этом вопросе? Как ваше мнение? Вопрос очень хороший. Я считаю, что у администрации Трампа, и в частности об этом министр юстиции Барс сказал совершенно определенно, есть основания ввести в вопросник о переписи населения, перепись населения будет в следующем году, 2020 год, вопрос о национальности. Я думаю, я надеюсь, это будет сделано. Я надеюсь. Стравый смысл предподсказывает, это должно быть сделано, потому что это было всегда до тех пор, пока Обама не отменил это дело в переписи 2010 года. Повторю, я надеюсь, что это произойдет. Оправдаются ли мои надежды, это уже иной вопрос. Спасибо большое. Ну, я вам скажу, Алексей, есть, кстати, у нас еще есть один звонок, давайте примем его, а потом поговорим. Добрый день, вы в эфире, приглушите ваше радио. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Я вас слушаю. Вопрос ведь стоит о введении графы национальности или гражданства Соединенных Штатов. Окей, вопрос хороший, понимаете? Когда будет, когда ставится здесь вопрос национальность, национальность, имеется в виду, гражданин какой страны? Когда я в 1980 году заполнял, я написал, абсолютно, так сказать, что я оставался в то время, хотя я отказался от советского гражданства, я написал, что я резидент, то есть приехавший в Соединенные Штаты на законных основаниях, но остаюсь еще не гражданином Соединенных Штатов. Если бы я приехал из Мексики, например, и не был бы гражданин, я бы написал Мексика. Это вовсе не означает, что человек приехал сюда на незаконном основании. Нелегальный эмигрант, который напишет Мексика в национальности, никто ему не скажет, в переписи этого вопроса не будет, легально вы присутствуете или нелегально. Вопрос идет, из какой страны вы приехали. Да, он пишется национальность, но речь имеется в виду, гражданин какой вы страны. Спасибо большое, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Эля, здрасте. Здрасте. Добрый день. А когда вот сделают, когда вот идешь на голосование, в Конституции написано, что голосовать может только гражданин США, и все. Когда будут показывать или сертификат о все сезоне, или паспорт, тогда все, а то тут ходят миллионы фейковых, драйва-лайзниц, айди и так далее, и тому подобное. Вот это когда примут. Окей, вопрос стоит совершенно правильно. Абсолютно правильно. Значит, в штатах, в штате, где я живу, в штате, где я живу, я должен предъявить айди с фотографией. Но в данной ситуации я предъявляю удостоверение о водительских правах. То же самое, когда я жил в штате Нью-Джерс, я предъявлял водительские права. В большинстве штатов водительские права и выдаются людям, которые являются гражданами Соединенных Штатов. Но у нас уже появились штаты, в частности, Калифорния. И вот-вот появится штат Нью-Йорк, где водительские права в Калифорнии уже выдаются водительские права даже нелегалам. Неважно, водительские права, ты пришел в водительские права. Значит, эти водительские права в Калифорнии служат основанием для того, чтобы человек голосовал таким образом. В Калифорнии, у меня нет цифр, дамы и господа, но то, что в минувших выборах, в 2020 году в президентских и в 2018 году промежуточных выборах в Калифорнии участвовали в голосовании тысячи, тысячи и тысячи нелегальных иммигрантов, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Цель демократов сделать все возможное, чтобы вот такое безобразие, которое существует в Калифорнии, распространилось по всей стране. Опять-таки, цель абсолютно политическая. Штат Нью-Йорк постановил, губернатор Кома подписал все выдавать права всем негражданам Соединенных Штатов. Значит, эти неграждане Соединенных Штатов будут приходить регистрироваться для голосования. Человек приходит, когда я регистрировался для голосования в штатенном сервисе, он в первом штате, я не приносил свидетельства о гражданстве, я принес автомобильные права, потому что было совершенно ясно, если у меня есть автомобильные права, значит, я гражданин Соединенных Штатов. Как только на этом будет поставлен крест, начнут регистрироваться для участия выборов, что уже есть в Калифорнии и в других штатах, в частности, в ближайшее время в штате Нью-Йорк. Я думаю, в 2020 году, в следующем году на выборах в штате Нью-Йорк нелегальные иммигранты будут принимать участие в голосовании тысячи и тысячи. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уже мы Алексей, у меня к вам просьба. Как-нибудь расскажите нам, как вы переезжали в Каролину, как вы принимали решение, почему это штат и так далее. Вопрос у меня вот по отношению к решению суда, о том, чтобы отправить в нижнюю инстанцию опять вот это решение, о гражданстве. Почему Верховный суд не мог принять решение? Это же обычное нормальное решение, которое не противоречит Конституции. Почему они не могли, так сказать, поставить точку над этим вопросом? Спасибо большое. Окей, вы знаете, Верховный суд очень часто, ну, во-первых, Верховный суд не принимает к решению 90% дел, которые им поступают. Среди принятых к обсуждению дел очень часто есть дела, которые Верховный суд рассматривает и считает, что это как бы не наше дело, что решил суд нижней инстанции, то пускай так и будет. Это совершенно нормальный процесс, и в этом нет ничего особенного. У меня есть буквально две минутки, я отвечу на Северную Каролину. Причин масса. Ну, во-первых, я жил в районе Большого Нью-Йорка, и там, где я жил, в городе Джерзи-Сити, в прекрасной квартире, собственной нашей квартирой была кондоминиум, этот город стал мусульманским. Просто мусульманским. Я не хотел видеть теток, которые идут, закрыв глаза, ведь не видно, это тетка или мужик. Я не хотел этого видеть, я не хотел с ними ездить в трене вместе, потому что от них пахнет. Не хотел, не хотел сидеть в социал-офисе. Это одна из причин, может быть, не главное. Вторая, налоги. Налоги на проперти в штате Нью-Джерзи фантастические, по сравнению с налогом на проперти в штате Северная Каролина, где я живу. Более того, цены на собственность, на дома и квартиры у нас гораздо ниже. Вторая, третья, погода. В Северной Каролине нормальное лето. Вот у нас сегодня 90 градусов, но у нас нет влажности. В районе Большого Нью-Йорка, в Нью-Джерзи, где я жил, в Нью-Йорке, где я работал, 90 градусов дышать нечем, просто-напросто нечем дышать, потому что влажность. Более того, поскольку я живу в горах, то у меня ночью температура 55-60 градусов. Можно прийти в себя. Ну и, наконец, места, где я живу, совершенно потрясающие. Я с женой объездил все южные штаты, все южные штаты. Мы выбрали Северную Каролину по целому ряду причин, в том числе здесь уже жили наши друзья. Одна семья приехала из Майами, смылась от жары, а вторая семья приехала из Мэйна, смылась от вечного холода. Ну и три семьи. Есть с кем общаться. Вот такие дела. Спасибо большое за вопрос. Да, интересно. Спасибо большое. Кстати, Северная Каролина, действительно, это потрясающе красивый штат. Я там был несколько раз по разным причинам. Причем я не на побережье живу. Да, 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 я понимаю. Да, 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 потому что мы были, я был и в Гринсборо, в Северной Каролине, и в... Ну, в общем, я объездил почти весь штат, и действительно замечательный, потрясающий красивый штат, особенно вот в горах. Причем это не Кавказ, это не те горы, которые... Ну, это не Кавказ, конечно. Да, люди могут себе подумать, о, га... Даже не Карпаты. Да, даже не Карпаты. Это будем называть так. Это Хиллс. Но они очень красивые. И я вам скажу еще одну вещь. Я обожаю северно-каролинский акцент. Вот именно Southern Belle, северно-каролинский акцент. Это, конечно... Коля, ну вот что интересно. Когда я жил в Нью-Йорке и говорил по-английски, конечно, с акцентом я говорил по-английски, мало кто спрашивал, откуда вы, потому что в Нью-Йорке с акцентом говорит полнаселение, половина населения. В Северной Каролине вопрос, откуда вы, ну, звучит едва ли не каждый раз, когда я с кем-то общаюсь, ну, по делам или я не знаю. Конечно, конечно, конечно. Вопрос, where are you from, это совершенно нормальный вопрос. Да, причем они это задают, этот вопрос, абсолютно без всякой ненависти, без всякого подозрения. Я обычно говорю так, угадайте, я из государства, которое перестало существовать. Я должен сказать, что есть люди, которые иногда называют Советский Союз, очень редко, иногда называют Югославию, но большинство людей понятия не имеют о том, какая страна перестала существовать. Я вам скажу больше, большинство людей и не интересует, какая страна перестала существовать. В Америке... Это очень хорошо, почему их должно это интересовать, что перестал какой-то Советский Союз существовать. Абсолютно. И мы им до лампочки, до Путина, до Советского Союза, до России, у них своя жизнь. Сто процентов. Так, у нас есть еще один звонок, у нас не очень много времени, поэтому давайте попробуем ответить. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, еще раз. Будьте добры, кратенько, последние новости от генерального инспектора министерства. Спасибо. Последние новости от Бара? Нет, от генерального инспектора, от Хоровца. А, ну, нам говорили, что в конце мая, в начале июня он огласит результаты своего расследования. Значит, это генеральный инспектор министерства юстиции. Пока что ничего, так сказать, не оглашено, мы, так сказать, не знаем. Но мы знаем, что идет расследование, ведет прокурор стата Канетик, вот, ведет свое расследование. Да, да. Как оно продвигается? Меня устраивает то, что нет утечек в средства массовой информации. Когда существуют утечки всякие, то это плохой признак. Тот признак, что утечек нет, это хороший признак. И я надеюсь, что мы узнаем что-то очень интересное. Может быть, если не в июле, то, во всяком случае, в августе. Ну, и плюс к этому, я вчера уже там немножко быстренько прошелся по этому делу, мы знаем о том, что расследование идет полным ходом, даже у Горовца, потому что очень многие сейчас свидетели, которые начинают появляться, как говорится, в последнюю минуту. Поэтому оканчивание вот этого расследования как-то затягивается, потому что все-таки есть новая информация. Поэтому будем ждать. Алексей, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, не остается больше времени, поэтому мы просто услышимся на следующей неделе, и ваша тема будет большим для нас сюрпризом. А вы будьте здоровы. Коллегия выборщиков. Да. Будущая неделя. Все. Доброго, Лилия. Будьте здоровы. Будьте здоровы.